Друзья, обязательно попробуйте данный вид тренинга, даже если вы в него не верите. Но я вам гарантирую, что уже после первого тренировочного дня вы удивитесь, насколько мощно раскачалась ваша грудь. Насколько увеличились грудные мышцы, наполнились кровью. Пам! Просто сумасшедший. С гантелями, со штангой. И тем более в тренажерах проработать грудные мышцы. Так у вас не получится. Физкуль привет, друзья и ученики. Сегодня я вам покажу действительно убойную тренировку на грудные мышцы. И при этом мы не трогать будем с вами ни одного тренажера, ни гантели, ни штанги. Правда, один тренажер все-таки будем задействовать кроссовером. Но в одном из последних упражнений и до этого грудные будут убиты напрочь. Поверьте мне. Попробуйте эту тренировку и обязательно отпишитесь потом в комментариях, насколько вы прочувствовали ваши грудные мышцы. А поверьте, гореть они будут как никогда. Итак, первое упражнение в качестве разминки. Два-три подходика обычных отжиманий от брусьев. Не стоит убиваться в первых подходах. Оставляйте в запасе метра, чтобы эти повторения в каждом из подходов. Они, эти силы, вам понадобятся. В первом упражнении мы сосредоточиваемся именно на разминке. И выполняем его как разминка. Не стоит борщить с количеством повторений. Повторяю. Оставляем пять повторений в запасе. Силы нам понадобятся для того, чтобы одолеть, преодолеть дальнейшие упражнения. А они будут очень тяжелые. Потому что следующим упражнением будут идти отжимания, но на кольцах. Первое упражнение комплекса, уже по-настоящему рабочее, это отжимания на кольцах. Нам нужно выполнить три подходика на максимально возможное количество повторений. Поверьте, так как отжимания на кольцах не действуют на грудные мышцы, ни одно другое упражнение. Это гораздо эффективнее любых гантелей, штамп, тренажеров и самих брусьев. Посмотрите на грудные мышцы гимнастов, на их трицепсы. Именно брусья, именно кольца дают такую мощную прокачку этих мышц. По той простой причине, что задействуется огромное количество мышц стабилизаторов. И как бы вы ни работали с каким бы тяжелым весом, со штангой и гантелью, вы никогда не затронете так мышечные волокна, как именно в отжиманиях на кольцах. Попробуйте. Старайтесь делать все подконтрольно, мощно поднимаясь вверх. Негативная фаза опускания должна быть заметной. Вы будете чувствовать каждый миллиметр выполняемого упражнения. Обязательно концентрируйтесь. Если вы делаете 5-6 повторений, не страшно, поверьте. У меня получилось 3 подхода по 9-10 повторений в каждом. Следующее упражнение это отжимания. Тоже на кольцах, но уже ноги будут на скамье. Это что-то среднее между жимом и разводкой гантелей, но гораздо эффективнее. Не эффективнее настолько, что вы почувствуете, как ваши грудные разрывают уже после первого подхода. Обращаю ваше внимание, что лучше всего поначалу, чтобы стопы были на уровне кистей или чуть ниже. Чем выше будут стопы относительно кистей, тем сложнее будет выполнять данное упражнение. Обратите внимание на концентрацию, на то, как в верхней точке необходимо сводить руки вместе, как бы дополнительно напрягая грудные мышцы и поднимая себя еще вверх. Вы прочувствуете это движение, когда начнете его выполнять. Пробуйте. Не переживайте, если у вас нет колец. Сейчас практически в каждом зале есть ремни и петли. Вы можете спокойно выполнять это упражнение и в них. Обязательно, друзья, делайте четкую концентрацию. Сосредачивайтесь на работе мышц. Пиковое сокращение в этой тренировке в каждом из упражнений только приветствуется. Делаем тоже три подходика. У меня получилось три по двенадцать повторений в каждом. Делаем столько повторений, сколько получится. Но, естественно, выкладываемся по максимуму в отказ. Здесь действительно, как и при любой работе с собственным весом, необходимо работать в отказ. Это будет приносить огромную пользу в росте силы, в массы. Будет чувствовать невероятный пауз. Нужно сделать три подхода тоже на максимальное количество повторений. У меня получилось сделать по двенадцать повторений в каждом. Следующее упражнение у нас будет кроссовер. Но не обычный кроссовер, как вы привыкли его выполнять, когда вы работаете с верхних блоков. Наоборот, блоки опустим вниз. И будем выполнять движения снизу вверх. И это упражнение не на низ груди. Это на верх грудных. Но будет задействована, в принципе, вся грудная мышца. Попробуйте. Вы еще никогда не делали так это упражнение. Обращаю ваше внимание, что ноги должны стоять параллельно. Никогда не выставляйте одну ногу вперед. Это неграмотно, это неправильно. Также пиковое сокращение вверху. И обратите внимание, особое внимание на то, что вверху руки нужно выкручивать, как бы соединяя мизинцы. Это будет дополнительно давать пиковое сокращение и напряжение именно в грудных мышцах. Попробуйте. Будете шокированы. На этом для большинства тренировка должна быть закончена. Но если вы уже на среднем уровне и продвинутом уровне, сделайте еще одно упражнение. Это то же самое, что мы делали в самом начале. Отживание от грустьев. Но уже три подхода в мышечный отказ. В максимально возможном количестве повторений постарайтесь работать в каждом из трех заключительных подходов. Делаем три подхода так, как только можем. Наполняем грудные крови. Забиваемся. У меня получилось два по двадцать и двадцать шесть повторений в последнем третьем подходе. Этот последний подход и вообще в принципе это последнее упражнение на брусьях вы можете не делать, если у вас небольшой стаж тренинга. Друзья, вы видите, я делюсь с вами всеми своими секретами, как я тренируюсь. И поверьте, если у вас не растет грудь, если грудные мышцы отстают, попробуйте данную тренировку делать хотя бы через раз. Один раз работайте железом, один раз работайте в таком режиме. И вы будете шокированы, как быстро грудь пойдет в рост. Обязательно поделитесь данным роликом с друзьями и напишите в комментариях, что вы думаете об этой тренировке. Особенно будут ценные те комментарии, которые будут оставлены после того, как вы попробуете данную тренировку. А мы с вами, друзья, как всегда увидимся в тренажерном зале. Всем сухой мышечной массы и силы без трав. Увидимся в тренажерном зале. Друзья, не пропустите, я уже выпустил ролики и статьи с нормативами, с тестами, когда переходить с уровня новичка-средничка на продвинутый уровень и начинать тренироваться по принципу периодизации. Отдельно статьи и видео для парней, отдельно статья и видео для девушек. Обязательно изучите их, проверьте свои знания, проверьте свои силы, чтобы каждый ваш шаг был на ступеньку выше. Чтобы вы не скатывались назад, не топтались на месте, только развивались, только двигались вперед, сохраняя и улучшая при этом свое физическое здоровье. Вступая в мою закрытую группу профессиональных тренировок, на каждую новую неделю я выкладываю тренинг, как раз таки рассчитанный на циклирование, периодизацию на все типы мышечных волокон. И тебе не нужно тратить время, просто заходишь в начале недели, открываешь график, и на следующую неделю у тебя полностью целиком расписан тренинг, тренировки. По дням, по упражнениям, по количеству подходов, повторений и все, что с этим связано. Заплатить за группу нужно, за вступление в группы, но ты платишь всего один раз. В группе нас уже 140 человек, нет ни одного недовольного. Так что делай свой выбор. Если есть время и желание развиваться, изучать все это, то все есть на моем сайте. Если нет, то просто вступай в мою закрытую группу. Увидимся, друзья, как всегда, в тренажерном зале. Не забывайте поделиться данным роликом со своими друзьями. Всем пока. Сухой мышечной массой и силой без травм. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok